Девушки отдыхают Нейл Перри. Свежие и быстрые. Добро пожаловать на нашу передачу. Сегодня я собираюсь приготовить легкое блюдо из муки. Замечательный индийский пирог со специями масала и отбивные из барашка. Замаринуем на пару часов, обжарим на барбекю, на сковородке, даже в духовке, и у нас получится аппетитное блюдо. Перед тем, как начнем, я положу немного кориандра в ступку, чтобы размельчить свежий кориандр. Листочки мяты. Это и составит основу нашей масалы, которая в действительности лишь набор специй и трав для маринада. Нужно все тщательно размельчить, но можно воспользоваться и блендером. Но, думаю, смешивать все вручную куда веселее. Да и к тому же мыть гораздо проще, чем блендер. Там канители много. А теперь вы можете добавить остроты. Вот, к примеру, чили. Это на любителя. Также можно добавить в масалу куркумы или карри. Это можно купить в хорошем магазине пряностей. Теперь надо смешать до однородной массы некоторые специи, семена фенхеля, зерна кориандра и еще вот это. Эта смесь придает специфический вкус блюду. Немного соли. Размельчим. Лимон. И в конце пару столовых ложек йогурта. Теперь все это надо перемешать. Получилось светло-оранжевое, зеленое. Лимонным оттенком смеси. Разогреваю духовку, чтобы поджарить котлеты до блестящей корочки. Вам сложно определить соотношение ингредиентов, но для меня это не проблема. Не переборщить с лимоном. Важна также густота йогурта и привкус специй. Все это замечательно сочетается. Фантастика. Берем миску. Кладем отбивную, либо из баранины, либо курицу в маринад. Вариантов множество. Добавляем маринад. И оставляем на пару часов. Закончив с этим, посмотрим, что будет дальше. Я приготовлю вкусного тунца с гарниром из картофеля с чесночным соусом. Шеф-повар по тайской кухне Дэвид Томсон приготовит нам зеленый салат из плодов папайи. А также заправленную соусом, сальсу, семгу, запеченную с огурцами. Для приготовления следующего блюда мне понадобятся листы салата, которые отлично сочетаются с тунцом. Немного чесночного соуса, ничем сложного. Это просто потрясающе готовить на открытом воздухе. Вам стоит попробовать. Теперь я отрезаю ломтик бекона. Можно взять панчатто или прошутто. В общем, что вы найдете под рукой. Немного нарезанного лука. По желанию можете добавить чеснок, чего я не собираюсь делать. Но вы можете. Итак, лук. Немного оливкового масла. Я варил картофель минут 25. Теперь можно почистить его, если хотите. Но я бы лучше оставил кожуру, так как это сохранит его вкусовые качества и форму. А главное, все витамины остаются внутри картофеля. В разогретую сковородку нальем немного оливкового масла. Выложим лук. Добавим морскую соль. Придадим луку золотистый оттенок. Можете подсосить, что придаст определенный привкус. Очень важно добавить соль в этот момент. Если вы ее добавите в конце, то того эффекта вы не получите. То есть соль перед этим. Теперь добавляем и поджариваем бекон. Отличное сочетание. Лук, чеснок, бекон, еще томаты. Не забудем про соус для пасты, или соус под рыбу, или соус под курицу. На ваш выбор. Копченый бекон, прошутто или панчетто с томатами. Отличное сочетание. Главное дать всему потушиться. Теперь нарежем картофель на куски. Куски любого размера. Естественно, мы все это собираемся обжарить. А в это время заправлю рыбу. Немного оливкового масла. Соль. И на раскаленный гриль. Люблю, когда тунец обжарен до золотистой корочки с двух сторон. Но немного внутри не дожарен. Выкладываю тунца, не доведя до готовности на блюдо. Это очень важно. Выглядит аппетитно. Замечательный запах бекона и лука. Меня вдохновляет возможность быть на кухне, когда что-то подобное готовится. Теперь поджарим картофель. Так-так. Переворачиваем. Оливковое масло придает потрясающий аромат мясу. Очень вкусно. Дивно. Так, теперь красный винный уксус. Вот, пожалуйста. Оливковое масло. Молодый перец. Превосходный свежий перец. Шнит-лук. Снова листья свежей петрушки, лук, укроп, кориандр. Все, что пожелаете, можно добавить. Выложим тунец. Доведем его до готовности. Потом подогреем. Мы здорово поджарили на гриле. Запах уксуса и бекона. Идеально. Замечательное блюдо получилось. Можно три-четыре больших ложки на порцию, а мы добавим больше. Прекрасный запах уксуса и бекона. Вы это тоже поймете, как только начнете готовить блюда сами. Картофель в основании. Добавим немного масла. И уксусу. Затем сверху выкладываем бекон и отлично приготовленную рыбу. Будет лучше оставить все в таком виде. А я собираюсь добавить очень важный ингредиент под названием Нейл Перри Фреш Айоли. Вы и сами можете его приготовить. Он должен быть всегда под рукой. Добавим перца. Оливковое масло. И наше блюдо готово. Кусочки тунца, соль и перец, оливковое масло первого отжима, испанский лук, копченый бекон, картофель в мундире, красный винный уксус и айоли. Только один процент тунца продается свежим. Остальной тунец консервируется. Мы оставили отбивные котлеты на два часа. Теперь разогрели сковородку. Может быть, вам пришла в голову идея готовить на гриле. В любом случае получится отлично. Немного масла. Сковородка с антипригарным покрытием. Хорошо разогретая. Будем жарить 5-7 минут с одной, 5-6 минут с другой стороны. Потом дадим 4-5 минут, и блюдо будет готово. Пока мы ждем, у нас есть помидоры. Спелые помидоры, обогретые солнцем, такие сладкие. Я хочу их нарезать. Они очень вкусные. Так. Они хорошо будут сочетаться с мясом. Добавим немного уксуса. Немного оливкового масла. Соли. Перца. Салат. Надо все это оставить на несколько минут. Уксус, перец, морская соль должны пропитать мякоть помидоров. Оставим все. На несколько минут. Все будет великолепно. Так. Это можно перевернуть. Если вы заглянете в сковородку, вы увидите, как здорово поджарилась баранина. Отличная темная корочка, как я и хотел. Карамелизация придает смесь запахов. Это именно то, из-за чего славится это блюдо. Приготовить маринад, карамелизировать, добавить специи, и вы получите вкусные отбивные из баранины. Особенно вкусным для меня является мясо на косточке. Отбивные положим на эту сковородку и будем жарить в течение 7-8 минут до готовности. Этого времени достаточно, чтобы образовалась тонкая, темная корочка. Теперь нам остается выложить все на блюдо и украсить салатом по желанию. Можете подавать мясо на косточки. Можете только одно филе. Мясо очень хорошо гармонирует с помидорами. по три котлетки на человека. Представьте, прекрасный летний день. Зеленый салат, бокал отличного вина, долька лимона, свежевыжатый лимон придаст одурманивающий аромат блюду. Гостям и вам это придется по вкусу. Ну и, конечно, не забудьте соль и перец. Будет фантастическое блюдо по вкусу. Смесь специй, йогурта, лимона и зелени добавляем в мясо. Это придает незабываемый аромат. Кусочки баранины, семена фенхеля, кориандр, кардамон, листья мяты, куркума, масала, лимон, йогурт, зрелый помидор, красный винный уксус. Слово масала происходит от древнеарабского в переводе значит интерес. К нам присоединился Дэби Томпсон, который поделится своим рецептом. Это одно из самых потрясающих блюд, одно из моих любимых. Удивительное блюдо, роскошь, сушат. Приветствую вас. Свежее и быстрое, свежее и быстрое, свежее и быстрое. Нейл Перри, свежее и быстрое. Рядом со мной Дэвид Томпсон. Он владеет мировой сетью отличных тайских ресторанов. Добро пожаловать в нашу программу. Я узнал, что Дэвид Томпсон увлекается скалолазанием. Теперь вы не так часто бываете в Сиднее. Нет, я только срываю плоды папайи, где только вижу, сегодня мы собираемся приготовить что-то классическое, чем питаемся на улице. В самом деле, думаю, это здорово. Это традиционный способ приготовления? Да, традиционный. Вы можете видеть пожилых женщин, этих старушек, которые готовят зеленый салат из плодов папайи. Они срывают плоды, режут их вот так. Это, правда, традиционный способ приготовления. И к тому же, он лечебный, потому что в нем лишь свежие плоды папайи. Теперь я вижу, здорово у вас получается. Да, это просто. Но если у вас есть больше времени, и вы не старушка, то можете включить воображение, и получится что-то современное. Посмотрите на модного тайца у нас в гостях. А вот это комбайн порезки плодов папайи. Точно. Он продается в магазине рядом с вами. Ну, подумайте, вы можете отлично нарезать плоды. Ну, и вы. Вот почему вы видите его здесь. Однажды я попросил тайских матросов привезти кое-что. Теперь воспользуемся полученной смесью. Соддам. Рецепт приготовления, как и сам салат, появился в северо-восточной части Таиланда в 50-х годах, когда многие рабочие уходили на заработки, они брали в дорогу салат. Ясно. Теперь этот салат готовится на ланч. Попрошу немного чеснока, соль. Это будет составлять соус, пикантный соус. Через минуту превратится в жгучий соус. Одно мгновение. Пару зеленого перца чили и огонь во рту. Добавим. Он распространен. Даже в Мельбурне. Даже. И в Америке вы можете их иногда найти. Так оно и есть. Вот я и добавил пару чили. Так тайцы определяют нужное количество. Они должны понюхать, а потом решить, нужно ли добавить еще. Ну и достаточно. Он очень жгучий. Так, теперь нам надо добавить помидоров. Черри, можно я выберу помидоры и мелко нарежу их? Или все-таки вы? Давайте вы сами, мне пока нужно приглядеть за этим. А то я думал, зачем я принес эти помидоры? Вот лайм. Добавим. Очень интересно. Мы добавили его целым и с кожурой. Нужно, чтобы немного горчило. Теперь надо растолочь бобы. Да. Свежий салат с зелеными плодами папайи. Растолчем. Ладно, как вы говорите, что вы скажете? Зеленая манго. Зеленая манго. На северо-востоке страны есть разные рецепты, но самое популярное это использование зеленой папайи. Вы можете приготовить и с ананасом, или с гуавой. Гуава очень вкусная. Замечательное название. В Таиланде ее называют что в переводе «белый житель запада». Интересно. Зеленая манго тоже замечательная. У него кислый вкус. Зеленая манго и правда замечательная. Так, теперь добавим немного арахиса. Не хочу превратить это в кашу. Разомните его. Манго даст много кислого сока. Итак, мы добавили зеленый папайи, арахис, а вот и тростниковый сахар немного положим сверху. Получается салат внизу. Вы добавляете тамаридный сок, только немного, немного рыбы и соусом, главное, не переборщить. Все понятно. Состав тамаринда? Что? Аромат замечательный, так еще и от лайма. Запах. Приготовление тайских блюд дома целое искусство. Какой аромат! Невероятно! Во время приготовления блюд тайцы рассказывают, как их надо готовить. говорят о внешнем виде, аромате блюда. Они обычно подают это блюдо с овощами или с капустой. Ясно. Вы можете подавать его прямо так. Либо с рисом, как отличным гарниром. Этот гарнир очень прост. Отварить длинный рис в кокосовом молоке. Да, замечательно. Но если у вас нет времени, вы можете сначала его отварить, а потом смешать с молоком. Кажется, у вас всегда есть время. Я попробую? Это, конечно, все здорово, но знаете, что мне доставляет огромное удовольствие? Нет, позвольте это сделать для вас. Знаю, что у тайских девушек есть свои рецепты. Вот, представьте самолет. Ну-ну, надеюсь, вам понравится. Восхитительно. Я так и говорил. Блюда с Дэвида, мое самое любимое. Приготовьте и восхититесь этим творением. Большое спасибо. Спасибо вам. Дольки чеснока, соль, чили, жареный арахис, сушеные креветки, помидоры черри, бобовые, зеленая папайя, тростниковый сахар, лайм, тамариновый сок, рыбный соус. Сок папайи содержит энзимы, которые разрушают протеины в мясе. Используется для смягчения мяса. Для приготовления последнего блюда я собираюсь пожарить лосося. Главное, не пережарить, и тогда рыба будет сочной и вкусной. Теперь я собираюсь поджарить ее до золотистой корочки с обеих сторон. Добавим немножко оливкового масла. Вы можете приготовить это дома на гриле, у себя на заднем дворе или просто на сковородке. И, конечно, хорошо посолить. Выкладываем шкуркой вниз. Обжариваем около пяти минут на одной и минуты четыре на другой стороне, так как сковородка хорошо нагрелась и можно пережарить. А пока готовится, у нас есть время, и я приготовлю соус. Очень просто. Со свежей мятой. Немного свежего кориандра. Петрушка. Листья ночной фиалки. По желанию, базилик. Вкус и запах мяты одурманивает. Это фантастика. Помните, к листочкам мяты надо добавить шалот или зеленый лук, либо лук-порей. Красный лук. Не имеет значения. Нашинкуйте его и в емкость добавьте немного соли. Я хочу, чтобы появился сок. Поэтому я тщательно толку. Возьмем огурец. Отбрасываем семечки и нарезаем. Вот так. Хорошо. В емкость. И теперь я собираюсь потолочь, чтобы сделать мягче. Теперь добавим уксус и оливковое масло. Можно использовать лимонный сок, по желанию. Но мы добавим винного уксуса, отличного из Испании. Вы можете даже пить его из стакана. Он очень вкусный. Далее одна треть уксуса, две трети оливкового масла. И по кухне разносятся замечательные запахи жареной рыбы. Рыба тем временем дала сок. А в емкость добавим немного сахара, немного зеленого лука или шалота, как мы его называем. и молотого перца. Дадим маринаду настояться, чтобы он вобрал в себя все вкусы, чтобы огурец пропитался уксусом. Отлично. Мята очень душистая. Добавим сахар, и все выглядит замечательно. Теперь можно подавать либо с салатом из картофеля, либо с зеленым салатом. Теперь перейдем к рыбе. Главное здесь не пережарить. Внешний облик рыбы очень важен. Повторяю, сначала жарим шкуркой вниз. Посмотрите. Так, а теперь надо все выложить на тарелку. Последние штрихи, и наше блюдо будет готово. Вот так. Все должно быть идеально. Что мы имеем? Отлично приготовленная поджаренная рыба с соусом. Вы стали свидетелями приготовления отличных блюд за минимальное время. Вы можете готовить как на сковороде, так и на гриле. Соус либо маринад улучшают вкусовые качества. Нам остается лишь выложить нашу смесь на рыбу, то, что послужит отличным завершением. Отличное сочетание. Главный секрет приготовлено быстро. Приготовлено вкусно и приготовлено для вас. Наслаждайтесь. Лосось, оливковое масло первого джима, листья мяты, красный лук-шалот, ливанские огурцы, красный винный уксус, сахарная пудра, зеленый лук-шалот, соль, перец. Лосось кормят размельченной морковью, чтобы придать ему настоящий цвет. Мыс Уиллоби одна из достопримечательностей Австралии. Здесь вы найдете исторически важный маяк, названный Свет Стюарта в честь капитана Джеймса Стюарта. На мысе расположился известный ресторанчик, где в следующий раз мы с вами и побываем. Ведущий Нейл Перри, композитор Энди Сидари, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова